МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомеля, студии працуя Александра Хамоля. Глядите в этом выпуске. Выкористание державной майомости и работа у осенне-зимовой пиры. Эти испытания сегодня разглядели на посаджении Аблвыконкама. Весна у Гомеля областный центр рыхтуется примать буйнейшую региональную выставу Украине. День пионерской дружбы. На белорусском металлургическом заводе прошла реконструкция первой пионерской плавки металла 1986 года. А сейчас об этом и иншим больше подробно. На сегодняшнем посаджении Аблвыконкама обмерковали два пытания, какие не связаны помеж собой или имеют однолького важное значение для региона. Подрыхтовка до наступного осенне-зимового периода и повышение эффективности выкористания державной майомости. Загученная информация, ознайомились наши корреспонденты. В 90-х годах минулого 100 года в этом будинке по улице Быховской плановалось разместить буйный реабилитационный центр. Зараз об этом памяты далекая не каждый гамельчанин. Збудование пробовали неодноразово продать, але пакуль нового постоянного господара оно так и не знайшло. На посаджении Аблвыконкама об таких объектах сегодня узгадали знов. На приконце минулого года на Гомельщине провели еще один мониторных державной майомости, якая не выкористовывается. В складенном списке оказалось окреху больше, как полторы тысячи будинков. По стану на початок мая, коля 350 из них утягнули в господарчий оборот и снесли те, что знаходилися в аварийном стане. По выниках первого квартала по этому показку Гомельщина заняла первое место в сиротобластях краины, а Леня Гледзишина таки поспех. Работу вырошено активизовать. До 1 июля текущего года нам необходимо вовлечь или снести за исключением продажи почти 250 объектов. Кроме того, более 200 объектов на сегодняшний день выставлены на торги. И здесь необходимо проводить, в первую очередь, активную рекламную кампанию и оперативно принимать решение о понижении начальной цены продажи. Самая пильная увага с боку органов улады и до подрихтовки до наступного тепляльного сезона. Вогле планы на этот год суперравнальные с леташними. Але это не значит, что их реализация будет легкой. Тем более, что задача конкретная. Серьезных аварий у зимовый период быть не powinна. Минулой зимой, до речи, ее выполнили поспехово. Усе работы должны быть завершены до 1 вересня. А у селяким разом именно эта дата вызначена як опошняя. Колюси без выключения организации должны отримать пашпорты готовности. В целом идет работа по 45 направлениям, охватывающие теплоснабжение. Это сети, котельные, водоснабжение, канализация, жилищный фонд в своем разрезе. Это ремонт кровель, ремонт стыковых панелей, ну как основные мероприятия. Подготовка инженерных коммуникаций дома и так далее и тому подобное. В целом это 45 различных направлений, которые необходимо выполнить для получения паспортов готовности. Олег Сентюров, Евгения Кухаронак, Валерия Гопанько, телерадио «Компания Гомель». У Гомеля завершается подрыхтовка до 20-й юбилейной выставы «Вясна у Гомеля». Ее открытие отбудется 23 мая. Выстава пройдет в дни проведения Гомельского экономического форума. Готые подеи являются самыми значными международными мероприемствами региона. Международная выстава «Вясна у Гомеля» – это демонстрация экономичного потенциала наибуйнейшей в области Республики Беларусь и самая масштабная региональная выстава краины. Все лето на площади о малю 5,5 тысяч квадратных метров будут представлены узоры продукции 300 предприемств и организаций. В области так само коллективные стенды замежных удельников. Гомельский химзавод – не только постоянный удельник выстава, а и официальный партнер. Для предприемства это еще одна махчимость найти новых покупников своей продукции. Увуголь, рынок угноенил сегодня характеризуется жесткой конкуренцией. Олег Гомельчан не лечит, что и у таких умовах мают все шансы для дальнейшего развития. Предлагаем уникальные продукты. Где-то являемся первыми, которые этот продукт выводят на рынок. И в целом сила наша в чем? В том, что мы можем производить относительно небольшие партии продуктов под конкретного потребителя. В Гомельском отделении Белорусской гандлево-промисловой палаты нагадывают. Летость, весну, у Гомеля наведали свыше 30 тысяч гостей из 32 края света. Все лето эта лечба будет напевно не меньше. Мерковость так, превышая программа, различная литерально на любых густ. А прочая непосредственно выставы, организаторы заплановали так само гастрофест «Смачная весна», свято-майстро и ромесника у концерта гомельских групп под открытым небом. Впервые в регионе будет проведен праздник молдавской культуры. Дни Молдовы пройдут в это время на площадках весны в Гомеле. И вместе с посольством Молдовы мы готовим это мероприятие. Будут и представлены как туристические компании, будут представлены предприятия, будут переговоры, коллективы, дегустации. Поэтому это вот фишка, скажем, этого года. Алексин Цюров, Сергей Нигеревич, Евген Макеенко, телерадиокампания «Гомель». Ось гэтак робит система Мосина узору 1944 года. Ранее, когда пошанцуя, ягу можно было убачить, навод у школьном музее. Зараз умовы змянились, сброи можно заховывать. Только у державных музеях, где продовлежены отповедные и вельми строгие умовы заховывания. У дельники областного конкурса школьных музеев с такими подоходами погаджаются. У рейси собрать такие же коллекции той же сброи, якие знаходятся у державных установок, школы просто не могут. По великому рахунку для этого у научных установок нема ни махчимостей, ни необходимых для набытия экспонатов сродков, ни умов для заховывания. У той же часа они могут накеровать свои намагания на работу, для каких убойных установок просто не хапая сил. Размогу у первых чергов до следующей работы, когда школьники сбирают материалы об своих родных, у дельниках, великой отчинной. То есть для них интерес идёт именно из семьи. Главное, заинтересовываем мы тем, что нужно узнавать свою семью, свою родословную и приходить к нам и делиться этой информацией. О прочатах у подагиды школьных музеев наученцы працуют на интернет-сайтах, где шукают прозвища червона армейцев, якие похованные у мясовых могилках, але лечатся невядомыми. Причем с такими просьбами до их звертаются над жахары инших краин. Ещё один на керунок. Вывучение боевых шляхов частей, які вызволяли гэтые мастиды, в той же 30-й середней школе, гэты тычца двух авиационных полков, 79-х гвардейских мазерского штурмового и 591-х знищального, у вугле такие гляда конкурсы на гомчине проводятся постоянно, але тематка их за всё да розная. Пять годов тому оценивали непосредственно стан школьных музеев. Всё лето у рамках акции «Беларусь памятая» проводимую тут работу по увековечиванию памяти у дельнику великой отчинной. Конкурс прошёл у двух номинациях, причём представленные работы меркуются використовывать в научальном процессе. У нас был конкурс в двух номинациях – «Видеофильм и проект по увековечению памяти». Ребята, допустим, создали видеофильм о том, какую работу они проводят в музее. Эти видеофильмы мы можем использовать на любых вне-классных мероприятиях, рассказывать детям о подвиге наших дедов, прадедов. Разум с дипломами «Перамоса» термали так само выдаткованные областным фондом меру гранты на развитие школьных музеев. Их огульная сумма скалала 5 тысяч рублей. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадио «Компания Гомель». До справ на корысть родимы, до добра и справедливости будь готовы. Давид с Белорусской республиканской пионерской организации сотней голосов прогучал напереды дни в жлобине. На святкование Дня пионерской дружбы сюда приехали школьники из всей республики. На Белорусском металлургическом заводе пройшла реконструкция первой пионерской плавки металла 1986 года. А в поведовищном мероприемстве репортаж Натальи Капрыленке. Выразный барабанный ритм, пунцевые растяжки с лозунгами. На урочистом митингу, как и 33 года тому, строймаршем ведут пионеры Жлобинской районной организации. На Пляцовце, каля Белорусского металлургического завода, больше за 100 пионеров из разных регионов краины. Школьники, кто давно пережил хвалюючие хвилины принятия пионерской присяги, принимают у пионеры молодших и повязывают им гальштуки. Гучать венчаванье от кировництва района металлургического завода и у дельников первой пионерской плавки у адрес всех у дельников школьного патриотичного руху. Свои вспомины об таким же святе 33 годы тому детям рассказывая начальника отдела идеологичной работы, культуры и по справах молоди Жлобинского райвы Конкама Валентина Няхай. Тогда она, старейшая пионерважатая, за традом Жлобинской школы номер один, первой пропоновала провести для молодого предприемства масштабную акцию по сбору металлолому. Однажды открылась дверь пионерской комнаты, бежали такие взъерошенные мальчишки и девчонки и сказали, у нас есть идея провести районную плавку, собрать металлолом. Мы поддержали и пошли в горком комсомола. Принято было решение все-таки организовать не районную плавку, а республиканскую. И по всей республике начали пионеры собирать металлолом. И лучшие ребята приехали к нам, в город Жлобин. И вот хвалюющий момент. 12 детей из разных кутков Беларуси, опранутые у Сталеварские суконки, сопровожают на территорию предприемства гигантский скраповоз. Это тысяча тоннек с дробленным ломом металла, который для плавки собрали пионеры разных школ краины. На первые дни прошел очень подробный инструктаж по технике безопасности. Никто не вздымает на мобильные телефоны, никаких селфи. Детям потом пришлют фотосдымки, какие работали сами супрацовники БМЗ. Температура у Сталеплавильной печи 1400 градусов. У меток безпеки дети назирают за загрузкой металла с пульту кирования. Супрацовники цеха пропонуют школьникам самим повернуть заповедный ключ и запустить процесс плавки. Эмоции захлистывают. Многие со школьников, как трапить на БМЗ и стать удельником пионерской плавки, ночь с батьками провели в дорозе. Кто съехал на машине с Бреста, кто с Тесослуцка, Солигорска, Минска. Дорослые и дети под велизарным ураджением. Отмоции вытворшести, захлопляющей в огненной стихии и потоку металлу. Металл, когда он в жидком состоянии, он очень похож на мед. Очень похож. На самом деле всегда было интересно посмотреть на это производство. Не просто по телевидению, а, как говорится, воочию. Поэтому впечатлений, конечно, масса. С моменту двух советских подобных пионерских акций 1986 и 1987 году дети на линиях столеплавильного цеху на угол николи не бывали. Под час экскурсии школьникам тлумачать, что год в этих цехах на переплавку иде коля трех миллионов тонн металлолому, якея перепрацовываются у арматуру, гарачокатанные трубы и металлокорд. Реконструкция пионерской плавки, уповнена на БМЗ, дасть махчимость не только притягнуть увагу подрастающего поколения до традиций патриотичного руху, али и до питания выкрыстания другасной сыровины. Наталья Капрыленко, Андрей Иванов, телерадо-кампания «Гомель», Сажлобина. Юровская шестья, кермаш Полишуков, «Живые статуи» и «Безовый баль». Минавито так протягнулася у Гомеле популярная международная акция «Ночь музеев». Гомельчаны гостей города сустракали филиал Ветковского музея староверства и белорусских традиций Мяшклярова и Палац румянцевых и Паскевичев. Ганна Корольчук протягнет тему. «Ставай, дрема, милые деды, ой, дрема, просим тебе молодую неделю». Открыла программа у филиале Ветковского музея «Юровская шестья» от фольклорного коллектива «Сталбунские вечерки». Далее концерт протягнули ансамбль бандурыстов и яурейской музыки. Этно-рок команда «Банж Вирба» и многие другие. У музея гости знакомились с процессом рестаурации икон, займались ткацтвом и створали старожитные рукописы. Кермаш Полешуков проставил в исталу продушь этносувениров, а майстры делились умениями на мастер-классах. Для маленьких наведульников так само заробили творчую пляцовку. «Мне нравится. В музее много есть всяких вещей, много старинных. Иконы старые, книжки старинные, бусы. Там много чего интересного можно узнать. Там танцуют, веселятся». «Першопорчатковый филиал Ветковского музея задумался как центр адраджения рамества. И в приватности это традиционное отказство. Але час показал, что традиционная культура, она шмат грана, это традиционные танцы, традиционные спевы, это рамесники самых широких колов. И таким чином, вось 20 годов уже филиал не только там ладзить выставы, але еще это этновечерыны. При филиале народился шмат цікавых этногуртов». Грандиозный сюрприз напередине своего 100 года подрихтовал музей Гомельского палацево-паркового ансамбля. Одразу 100 историй, рассказанных за одну ночь. Так у пандуса палаца гостей сустракала бронзовая княгиня Ирина с букетом безу, який назван у ее гонор. Далее Ирина Ивановна дала старт безовому балю. У колонной зале гостей вучили романтичные полонезы вальс, а после – страстные бачату и сальсу. Кому что ближе. «Поскольку это весна, очень сирень выпала, пришелся к теме. И, допустим, мне очень нравится самой сирень. И Ирина, наверное, Паскевич тоже была воодушевлена всем этим. «Замечательные интерьеры. И мы представляем культуру 19 века, как раз времен Ирины Ивановны, Паскевич. То есть, действительно, ощущаем себя как дома. Здесь даже особая атмосфера во дворцах». Белую гостиную отдали поэтам и композиторам. В зале урочистых приемов выкладчики и студенты колледжа бытового обслуговывания створили фееричные прически для всех жадающих. Творчая натура им малявали Галинку Безу акварелью. «Нам понравилась очень выставка на втором этаже братьев Ткачевых. Также нам очень понравился мастер-класс по локонам. Даже попробовали на себе. Ждем мастер-класс по акварели. Студии воздух, потому что очень нравится. Вообще приятно приехать в Гомель на ночь музеев и посмотреть, что-то так много всего интересного. Затекавила многих и ателье мадам Святланы. Дзержанчины у всех взрослых с текавостью промирали разностайные капелюшики и фотографовали в образы. Юные гомельчане поливали над плодокой, кормили тренозаура, а так само удельничали в боях без правил с динозаурами. Только в эту ночь свои двери расчинила вежа палаца, в какой гостям пропоновали поудельничать у квесте заблытанная история от годинщика. Таким чином у музея презентовали новый выставочный проект «Часовые расколены». Нам этот проект очень дорог, поскольку именно он будет представлен на юбилейной выставке. Но это еще есть сюрприз. Дело в том, что к нам буквально на днях позвонила дирекция европейских игр, и им очень приглянулся наш проект. И выставочный проект «Временные трещины» включен в культурную программу вторых европейских игр. Этот проект со всеми фотографиями будет размещен на официальном сайте европейских игр. А это порядка 50 стран на совершенно разных языках. Ганна Корольчук, Василия Сепцов, телерадио-компания «Гомель». Гэта иншая новинна вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. Выпуск завершен. Дякую за увагу. До встречи в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Горячими в прямом и переносном смысле выдались прошедшие выходные для гомельских спасателей. В агне погибло два человека, столько же было травмировано. Накануне в деревне Лепники Лоевского района при пожаре в кирпичном доме на кровати спасатели обнаружили тело хозяина, пенсионера, который проживал один. Через несколько часов уже в деревне Светиловича Ветковского района при проведении разведки звеном газодымозащитной службы в комнате был обнаружен также одиноко проживающий пенсионер без признаков жизни. В поселке Будатин Гомельского района Ходян не рассчитал свои силы и возможности при тушении гаража на дачном участке. В результате еще до прибытия подразделения МЧС почувствовал недомогание, головную боль и с диагнозом отравления продуктами горения был госпитализирован. Также в больницу после самостоятельного тушения пожара в деревне Гранов Кореческого района с ожогами спины и левой руки попал местный житель. 46-летний мужчина помогал тушить соседский сарай, не дожидаясь приезда спасателей. Необходимо обратиться к гражданам, что если возник пожар, необходимо незамедлительно сообщить службу спасения по телефону 101 либо 112 и грамотно рассчитывать свои силы при попытке самостоятельного тушения пожара. Не менее напряженная обстановка была и по линии ГАИ. За выходные минувшую пятницу три человека погибли и пятеро получили травмы различной степени тяжести. Днем 18 мая под колесами микроавтобуса оказалась семейная пара из деревни Бриле Будокошелевского района. Пенсионеры передвигались на мотоблоке по автодороге Чечерска-Будокошелева. В Будокошелевском районе днем водитель автомобиля ФИАТ столкнулся с попутно двигающимся мотоблоком. В результате происшествия водитель мотоблока, а также его пассажир, женщина, на месте погибли. В этот же день житель деревни Семенча Житковичского района, управляя мотоциклом на закруглении дороги, не справился с управлением, съехал на правую обочину, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП мужчина с различными телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение больницы. У него имелись признаки алкогольного опьянения, поэтому медики взяли биологические образцы для проведения необходимых исследований. Столкновение мотоциклиста с деревом произошло также в Лоевском районе. К другим новостям. В областном центре не на шутку повздорили соседи. Один другому попытался сбрить бороду. Вчера в больницу обратился житель Гомеля с порезом шеи. Мужчине оказали необходимую помощь, обработали рану и отпустили домой. Как выяснилось, 30-летнего мужчину травмировал его знакомый, проживающий этажом выше. 56-летний сосед пытался насильно сбрить бороду молодому гомельчанину. Теперь пострадавший может написать на обидчика заявление в милицию. Проводится проверка. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Смена чемпиона стали известны два полуфиналиста чемпионата Беларуси по мини-футболу в высшей лиге. Свои полномочия сложила лучшая команда минувшего сезона Лид Сельмаш. Остановила чемпиона и обладателя Кубка страны Гомельская БЧ. Домашнюю победу в Гомеле железнодорожники подкрепили Викторией на выезде. В лиде гомельчане были сильнее соперника 7-5. Теперь команда Дмитрия Камека ожидает соперника по полуфиналу. А вот тут не обошлось без неожиданностей. Столичная охрана Динамо дома в серии пенальти обыграла Гомельский ВРЗ и сравняла счет в серии. Судьба путевки в следующую стадию решится 22 мая в Гомеле. Столица оформила выход в полуфинал повторно выиграв у Дорожника. В противостоянии Витена и Борисова 900 паритет. Аршанцы реабилитировались за домашнее поражение, разобравшись с соперником на его поле 7-1. Решающий матч в этой серии также пройдет в ближайшую среду. Восьмой тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги не принес очков командам из нашего региона. Мозельская славя на выезде минимально уступила Городеи. Единственный гол на 77-й минуте после розыгрыша штрафного забил форвард хозяев Роман Волков. Славя в турнирной таблице сохранила за собой восьмую строку. Гомеле торпеда Белас выдали результативный матч на поле центрального. В первом тайме на классный удар со штрафного Жодинца-Мышенко ответил Квашук. Полузащитник зелено-белых также был точен со стандартом. На 56-й минуте Болов вывел хозяев поля вперед. Спустя 20 минут Абрадович сравнял цифры на табло, а на второй добавленный Горбачик принес победу торпеда Белас. Потерпев пятое поражение к ряду Гомель опустился на 11-ю строку. Лидирует в чемпионате Брестская Динамо. В первой лиге футбольного чемпионата позади шестой тур Гомельский локомотив на выезде разошелся миром с Лидой 0-0. Железнодорожники замыкают тройку сильнейших. На четвертой строке располагается спутник. Речицкая команда на домашнем газоне обыграла Слоним 2-0. Светлогорский химик на 12-м месте в шестом туре Светлогорская дружина на выезде крупно уступила Бобруйской Белшине 0-4. Сегодня в Гомеле стартовал финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по гандболу стремительный мяч. Матчи проходят на паркете дворца игровых видов спорта. За награды спорят юноши и девушки 2006-2007 годов рождения. Команды выставляют все области страны, а также город Минск. Гомельский регион по праву хозяина турнира заявил по две дружины у юношей и девушек. Для попадания в финал юные гандболисты преодолели районные, городские и областные этапы. Так что можно с уверенностью сказать, в рядах команд лучшие спортсмены в дружине юношей Гомельской области представители трех городов. Полевые игроки из Гомеля на самой важной позиции вратарской ребята из Жлобина и Рогачева. Кстати, хозяева рассчитывают на высокие места на домашнем турнире. Я прежде всего хочу победить в этом турнире. Очень буду стараться выкладываться на полную. В сборной области они еще никогда не играли. Республики там команды немножко послабее. Здесь они все объединились. Мы планируем претендовать на призовое место а там как получится. Планируем первыми из группы. У нас все команды сильные будет тяжеловато. До 22 мая будут проходить игры в подгруппах. 23 мая полуфиналы и поединки за места с пятого по восьмое. На следующий день финалы и матчи за бронзу. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Проверяем.